Здравствуйте, это Тест Драйв ТВ и в этом видео мы сравним два кроссовера японский и корейский. Казалось бы еще лет десять назад корейцы просто следовали в кильваторе японского автопрома и копировали у них все самые хорошие идеи. Но прошли годы и эти автомобили теперь достойны друг друга. Ну а в нашем Тест Драйве мы выясним их слабые сильные стороны. Hyundai Santa Fe не первый год на рынке, но тем не менее он все еще способен держать в тонусе конкурентов. В этом автомобиле нет революционных решений, но тем не менее он был сделан настолько гармонично и правильно, что способен конкурировать с более молодыми соперниками, такими как Nissan X-Trail. Ну а вот Nissan X-Trail. Племя молодое, племя незнакомое. Автомобиль построен на модульной платформе, которая используется в других моделях Nissan и оснащен массой электроники, которая помогает и облегчает жизнь водителю. В общем не автомобиль, а этакий девайс на колесах. Жень, ты смотри, что изобрели японские инженеры. Ключ у меня в кармане и мало того, что могу дверь открыть, просто потянуть за ручку, крышка багажника тоже нужно подержать руку у тебя датчика и, пожалуйста, дверь открывается. Долгая церемония. Мне кажется, система, где нужно проводить ногой под бампером проще и удобнее, когда руки заняты. Возможно, но это же все равно прикольно. Да, японцы догадались, конечно, сделать бесконтактное открывание крышки багажника, но вот сделать так, чтобы она поднималась чуть выше, они почему-то не догадались. Ну, ладно, давай о хорошем. Объем здесь почти 500 литров. Что мне нравится, это запаска под полом багажника. Я считаю, что для кроссовера это большое благо и это придумано специально для рынков СНГ. И запаска полноразмерная. Да, что здесь еще есть? Тахелажные петли, это хорошо. Вот такой двойной пол багажника, вот эту жесткую крышку можно поднять на уровень вверх. Не знаю, правда, для чего, но такое решение есть. Ну, пускай будет. Ну, и что еще? Можно сложить спинки задних сидений и благодаря как раз таки высокому полу они будут укладываться вот вровень с этой частью багажника. Ну что, где твой электропривод крышки багажника? К сожалению, нет. Hyundai Santa Fe не оснащается им. Кнопочка. Зато смотри, как все быстро. Раз, и багажник открылся. С высотой подъема крышки я смотрю те же проблемы. Зато багажник больше на 100 литров. 585 литров. Значит, в подполье, смотри, как удобно организовано. Здесь специальная ниша, где хранится шторка. Вот она лежит. Под ней инструмент. Ниша небольшая. Еще большая ниша здесь. Вот таким вот образом. Ну, и как ты уже, наверное, догадался, я в самом деле заряжаю здесь батарейку фотоаппарата. Hyundai Santa Fe с дизельным двигателем штатно оснащается розеткой на 220 вольт. Которая работает только при заведенном двигателе. Что ты заряжаешь? Что ты меня лечишь здесь? Знакомство с задними местами Nissan X-Trail предлагаю начать с удобства доступа туда. И вот первое, что обращает на себя внимание, это угол открытия задней двери. То есть почти 90 градусов. И за счет этого, конечно же, садиться назад легко, просто и удобно. Ну что, Женя, вот тебе задние места Nissan X-Trail. Самая отличительная особенность в том, что расположены они на 15 сантиметров выше по отношению к передним сиденьям. То есть салон выполнен в виде амфитеатра. Пассажиры сидят выше, у них отличная обзорность. И несмотря даже на наличие крыши прозрачной, голова в потолок, как видишь, не упирается. Место для ног вообще с огромным запасом. Кроме того, кресло можно двигать по длине и изменять угол наклона спинки. Правда, делать это неудобно. Традиционно только два положения рабочих. Крайние и околокрайние. Да. Ну и можно еще отметить вот такой вот чудесный подлокотник с двумя подстаканниками. А здесь вход в багажник. Я думаю, зимой оттуда будет холодком веять. Двери Hyundai Santa Fe открываются не на такой большой угол, он немного меньше. Зато обратите внимание, пороги закрыты накладками на дверях и остаются чистыми в любую погоду. Ну, Паш, вот задний ряд Hyundai Santa Fe. Обрати внимание, есть подогрев задних сидений двухступенчатый. Есть шторки на окнах. И есть такая же регулировка продольная сидений. И регулировка спинок. Причем, по-моему, здесь рабочий диапазон углов больше. То есть можно вот даже лежать спать. С меньшим шагом регулируются спинки. И, кстати, ты еще забыл упомянуть воздуховодок. Да, дефлекторы. Очень приятно пассажирам. Есть подлокотник без отверстия. Да, без отверстия подстаканники. Находятся здесь. Ну и, по-моему, места здесь все-таки меньше. Чем X-Trail. Да, все-таки места немножко меньше. Хотя, если вот мне потеснить переднего пассажира, то, в общем-то, не так и плохо. Как я уже говорил, Nissan X-Trail это такой автомобиль ГАКш. И первая его фишка начинается с доступа в салон. Он бесключевой. То есть ключ может оставаться в кармане. Нажимаете кнопку, открываете дверь. Я считаю, что одна из самых полезных фишек в современных автомобилях. И вдвойне приятнее, что эта функция в Nissan X-Trail доступна уже со второй комплектацией. Вахханалия гаджетов продолжается в салоне Nissan X-Trail. И вот, обрати внимание на экранчик. Сюда выводится картинка с камер кругового обзора. Их четыре. Да, их четыре. Ну, качество картинки, конечно, так себе, на троечку. Но какую-нибудь мусорку или другое препятствие все-таки заметить можно. Вот ассистент парковки подсказывает траектории движения. Причем я вижу, как на заднюю и на переднюю камеры. Да. Есть также Line Assist. То есть, если пересекать линии разметки без поворотника, она начинает ругаться на водителя. И есть система контроля автомобилей в мертвых зонах. Кстати, ночью я заметил, есть еще очень чудесная такая мягкая подсветка порогов. То есть, об них ты точно не споткнешься. Японцы очень хвастаются передними креслами, которые они разработали в сотрудничестве с инженерами NASA. То есть, основная их фишка в том, что они очень правильно распределяют нагрузки. То есть, никакие части тела не оказываются под большей нагрузкой, чем остальные. Не знаю, может быть, это и правда, но, честно говоря, я что-то ощущаю такое. Что-то ощущаешь, да? Ну ладно, тогда поверим японским инженерам на слово. И еще хотел бы похвастаться очень классной штукой. Это полностью светодиодные фары. То есть, и ближние, и дальние, и габариты от них на светодиодах. И ночью, поверь мне, очень классная штука. Видно практически как днем. Да, в автомобиле напичкан очень солидно. Ну, как-то по дизайну, по девочке звезд в небо не хватает. Простенько, хотя пластик такой мягенький. Вот это немножко странный декор. Это не странный декор, это пародия на... Карбон. Карбон. Столько гаджетов, но почему только водительский стеклоподъемник автоматический? А все остальные, чтобы опустить или открыть? Да, я больше скажу. Они даже не имеют обозначения на водительской двери. И в темноте их сложно нащупать. Ну, на чем-то японцы должны были сэкономить. Ну да, ладно, простим. Так, Евгений, Hyundai Santa Fe тоже гаджет? Нет, не совсем. Машина все-таки давно выпускается. Максимум, что здесь можно получить из гаджетов, это система слежения за дорожной разметкой. Ну и то самые дорогущие, максимальные комплектации. Здесь никаких таких особых фишек нету. Ну, может быть, как фишка вот этот дизайн футуристичный, космический. На самом деле никаких проблем, там, огрехов в эргономике нет. Все просто, кнопки огромные, легко найти нужную. Зато обратите внимание, сколько здесь ниш. Вот сюда вот можно сложить, не знаю, огромный фотоаппарат. Здесь вот подстаканники, маленькая нишка. Здесь вот все поднимается, выдвигается. Вообще очень удобно, можно столько насладывать. И посмотри в дверях, какие ниши огромные. Ну да, литровая бутылка тогда точно влезет. Камешек в огородный Sandex Trail. Клавиши стеклоподъемников подсвечиваются. И все стеклоподъемники автоматические. Но все равно, такое ощущение, что вот Hyundai Santa Fe, по сравнению с X-Trail, такой Nokia 3310, по сравнению с современным смартфоном. Ну смотри, какую компенсацию Hyundai Santa Fe дает. Салон ведь гораздо солиднее, элегантнее, более мужественно выглядит. И отделка что-то мягенькая. Ну, ощущается, да, ощущается автомобиль дороже. Да. Он, по сути, таковым и является. Угу. Ну, давай оценим Hyundai Santa Fe на самой передовой белорусской дороге, МКАД 2, бетонной. Тем более, что есть у меня подозрение, что на бетоне будет и шум больше, и может быть какая-то дрожь. Слушай, Santa Fe идёт вообще как корабль, как локомотив по рельсам. Никаких вибраций, да, такой дрожи в дороге нет. По такой дороге можно там и 800 тысяч километров за ним проехать. Да, вибрация оказалась очень невысокая, и шума тоже. Самого шума от шины не слышно, только вот этот вот вой легенький. Но он тоже такой фоновый и не слишком напрягает. Ну, одним словом, Hyundai Santa Fe для езды по бетонке годится. Годится. Да, у нас получился немного неравный спор, но что поделаешь, Hyundai Santa Fe на большинстве рынков продаётся наибольшими количествами с дизелем, 2,2 ЦР, да и дизель, конечно, классный. Да, поэтому мой двухлитровый бензин не гнобить. Тяга сочная, мощная такая во всём диапазоне. И двигатель абсолютно не грутит, не урчит по дизелям. Автомат Hyundai Santa Fe, хоть и шестиступенчатый, да, он супер новый, но работает отлично. Мягко переключает передачи, быстро реагирует на кикдаун. Даже когда я после кикдаун отпускаю медаль, он не спешит возвращаться на высшую передачу, держит пятую на трассе, мол, может мне ещё захочется ускориться. В общем, алгоритм работы этого шестиступенчатого автомата меня полностью устраивает. Добро пожаловать в японский рай, Евгений. Ну, какая у меня шикарная графика. Так, та же дорога, бетонка, кап-2, та же скорость. Те же герои. Да, все микровибрации гораздо заметнее, конечно. Не сказать, что они передаются на руль там или как-то слишком уж раздражают, но просто они есть, они присутствуют. И второй момент. Звукоизоляция. Похожая. Да. Как-то японцы, вот, начиная с середины 90-х годов, даже 2000-х, да, не сильно шагнули вперёд в этом отношении, в отличие от тех же корейцев. Честно говоря, два бензиновых литра и вариатор – это не самое удачное сочетание для Nissan X-Trail. В спокойных режимах хватает динамики, но как только какой-то напряжённый обгон или нужно резко ускориться, понимаешь, что связка перестаёт друг друга понимать. То есть вариатор подстраивает достаточное число, потом мотор пытается ускорить автомобиль. Кроссоверам положено мериться клинцами, а мы с тобой померимся азартами. Стоит, конечно, на дороге хорошо, но крены невелики. Да, крены невелики и нет каких-то там таких тяжёлых сносов или заносов, которые сложно отловить. Но система стабилизации всё равно включается, как только начинается коррекция заноса. В целом, как ты оценишь послушность? Послушность нет, хорошо реагирует на повороты руля, тут вопросов нет. Довольно быстро и безопасно всё это делает, но какого-то особого азарта я, честно говоря, не ищу. Санта-Фе приятный, вальяжный. Корейцы, вот чего они смогли сделать, это построить управляемость, да, рулевой механизм по-немецки. Здесь информативность такая не плещет, немножко валкий кроссовер. Ну, сейчас посмотрим. Самое главное, система стабилизации не вмешивается. Да, не вмешивается. Занос такой очень приятный, смачный, но машина не стремится развернуться. Да, очень мягко всё делает. Так что видите, как красавец. Естественно, ты почувствовал эту корабельную качку такую. Да, раз, раз. А так, ну, Санта-Фе вообще красавец. Конечно, ну, он не манит зажигать, шалить, перед поворотами хочется притормаживать. Покупатели кроссоверов наверняка хоть раз в год съезжают из асфальта, и им наверняка важен комфорт не только на дороге, но и на какой-то грунтовке разбитой ухабистой дороге. Да, я очень надеюсь отыграться. Давай. И вот она, типичная грунтовая дорога, по которой грейдер плачет вообще. И плачут дачники, плачут. Да. В 40 км в час. Так сильно тряска, как шумность работы подвески. Да, и на каждой подвеске шумно работает. Условия задания те же, 40 км в час пошел. Ямы не отъезжают. Ну, можно точно сказать, что значительно тише работает подвеска. Да, гораздо тише работает, так на фоне обозначает ямки. Тряска есть, но такая более упругая, не такая суровая, жесткая, твердая. Ну и чувствуется то, чего не хватает Ниссану, собранность. Ну что, клиренсы мы измерили. У Hyundai Santa Fe дорожный просвет 16,5 см. Ну, а у меня 19, так что добро пожаловать на бездорожье. Погнали. Самое время оценить, как на сложном, да, рельефе, на песке проходимость. Да. Что у тебя с полным приводом здесь? Полный привод такой же принципиальный, как и у X-Trail. Заднюю ось подключает муфта. В данном случае не гидравлическая, а электромагнитная. И управлять полным приводом можно только одним способом, это заблокировать эту муфту, превентивно. Так, вот сейчас поехали с заблокированной. Муфтой. Зрителям скажу, что Santa Fe на летней резине и надо сказать, что сражается с бездорожьем, он очень достойно. Ну, довольно уверенно выезжает, да. Электроника попросту не душит двигатель. А сейчас включенная стабилизация? Да, сейчас стабилизация включенная. То есть это полностью на совести электроники сейчас мы выехали, и она, в принципе, не мешала. Сейчас по полу-могу. Сейчас подняться наверх. Емкие подвески. Стреляют очень смело ехать. Так, сбавили ход. Сдержу газ в полу. Вот ты теперь. Слушай, что не помогла тебе твоя хваленая противобуксовка? Да. Назад. Да. Отсмотрю, все в порядке. Сейчас наберем ходу. Отключаем противобуксовку и повторяем штурм холма. Так, обороты. Ну давай. Больше, да. Хода больше. Посмотри, не потушило электроника. И легко и ходом выехали. На самом деле, возможности Santa Fe меня более чем устраивают. Ну, я бы сказал, что все-таки не хватает в некоторых ситуациях клиренса чуть-чуть. Полный привод работает на совесть. Ну, геометрическая подходимость Santa Fe немного подкачала. Ну, пошлите, покажу, как X-Trail это делает. Да, Nissan настоящий бездорожник. Что есть у меня из полноприводных возможностей? Да, вот есть такая шага управления полноприводной трансмиссией. В обычном режиме передний привод исключительно. Можно поставить автоматически полный и полный с заблокированной, опять же, превентивно муфтой. Блокировка муфты до 40 км в час работает. Мы сейчас попробуем в обычном авторежиме и с активированной противобуксовочной системой. Посмотрим, сможет ли этот мобиль передвигаться по глубокому песку. У Nissan есть еще проблема, это его вариатор. В большинстве случаев, да, именно он не позволяет. Вот, вроде бы у нас был нормальный ход, но, пожалуйста, не заехали. Сдаем назад. Попробуем в ручном режиме вариатора. Включаем противобуксовочную систему и систему стабилизации в том числе. Блокируем муфту. Во все ручей. Да, то есть сейчас я... Трепещи горка. Да, трепещи песок, трепещи песчаная горка. Но, к сожалению, машина разгоняется с трудом. Как бы так помягче сказать, было страшно. То есть пришлось ехать таким серьезным ходом, потому что, как только сбавляешь, все, машина сразу садится и категорически отказывается дальше набирать скорость. Поэтому препятствия ходом преодолеваются, но вот где пригодится на два сантиметра больше клиренции. То есть вот этот вот маленький, но все-таки запас он ощущается, что можно где-то большим ходом проскочить или там меньше маяться колей какой-нибудь. Ну, по большому счету, я бы сказал, что такой слишком большой разницы между просто авто или автозаблокированной муфтой, на мой взгляд, нет. Но, может быть, в каких-то нюансах, да. Но мы их попробуем выяснить на нашем классическом внедорожном препятствии диагональном вывешивании. Пробуем. Медленно и осторожно, потому что канаву мы на этот раз выбрали очень глубокую. Вот повисла машина. О, передние колеса зацепились за что-то. Начал перебрасываться на них в крутящий момент. Вроде поехала машина, но с трудом. На самом деле нужно еще уметь выезжать из диагонального вывешивания. Так, диагональное вывешивание на Hyundai Santa Fe. Пока превентило ничего не включаю. Спускаемся, скатываемся. Так, приподнимаемся. Примесились. Держу газ. Нет, справляется. Межосевую муфту я не блокировал. Как внедорожник Santa Fe меня полностью устраивает. С одной уговоркой, что клиренс маловато и в целом из-за этого геометрическая проходимость не ахти. Ну что, Паша, мы погоняли наши кроссоверы по дорогам, по шоссе, по бездорожью. Какие можем сделать выводы? Ну, что касается Nissan X-Trail, то он, наверное, все-таки оказался ближе к легковушке. Он такой очень легкий в манерах, в поведении, в ощущениях. А Hyundai Santa Fe, напротив, он как корейский Мерседес. Такой вальяжный, солидный, комфортный, дизельный. Мерседес-то Мерседесом, но только упакован твой Hyundai Santa Fe, прости, как Жигули 80-го года. Стеклоподъемники, гидроусилители и, ну ладно, кондиционер есть. Салон кожаный. Да, а у меня электронных помощников столько, что, честно говоря, ну, наверное, надо все-таки лазить в инструкцию, чтобы разобраться со всем, что там может работать. Hyundai Santa Fe благодаря классическому автомату и мощному дизелю не пасовал. Он ехал везде и даже с меньшим количеством попыток. Согласен. Ну и какие из этого можно сделать выводы? Самое главное, что, несмотря на то, что автомобили формально относятся к одному классу, они все-таки оказались очень разными. Nissan X-Trail, он более легковой. Он дешевле и в ощущениях, но и в цене. Да, Hyundai Santa Fe более обстоятельный, солидный и дорогой, в том числе и в ощущениях. В общем, уважаемые зрители, выводы делать вам. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы скоро вернемся. Удачи! 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 Удачи!